Глубоко уважаемые коллеги, нам известно, что проблема заболевания молочной железы сохраняет свою актуальность на протяжении многих лет, а вместе с ней вопросы своевременной и точной диагностики. Это связано с ростом заболеваемости, высокой смертностью, высокой запущенностью от рака молочной железы. Мировой опыт показал, что смертность снижается более чем на 40% при своевременном раннем обнаружении опухолей. Известен главный метод скрининга – маммография. Метод работает, показывает свою эффективность в странах Европы на протяжении более 30 лет. Об актуальности. Итак, маммография, главный метод скрининга, работает, показывает эффективность в странах Европы более 30 лет. Известно, что программы скрининга наиболее эффективны при использовании цифровых технологий. В связи с этим, целью настоящего исследования явилась оптимизация системы обследования женщин для повышения эффективности диагностики заболеваний молочной железы на основе цифровых технологий на примере Ярославской области. Для решения данной цели выставлен ряд задач. Провести анализ заболеваемости молочных желез по данным канцерегистра, оценить эффективность различных методов лучевой диагностики заболеваний молочной железы и разработать систему их комплексного применения, адаптировать и внедрить стандартизацию заключений в протоколах исследований молочной железы по международной системе BayRats, разработать и внедрить в практику дистанционные информационные технологии для диагностики, консультирования и обучения, доказать эффективность разработанной модели скрининга на основе шестилетнего мониторинга. Проведенный анализ состояния заболеваемости и смертности от рака молочной железы показал, что до начала скрининга были высокими показатели смертности, превышали среднестатистические по России. При этом удельный вес запущенных стадий заболевания также превышал средние показатели по России. Это определило значимость настоящей работы с использованием цифровых технологий. Для разработки скрининга использовали современные оборудования, как рентгенологическое, так и ультразвуковое. Качественно новый уровень диагностики достигнут за счет преимуществ цифровой маммографии, среди которых высокое разрешение, возможность оперировать опциями, управлять процессом исследований, маммографических исследований. Это дистанционные консультации, это второе чтение маммограмм, создание банкоданных и, конечно же, сокращение временных затрат на исследования. Для решения поставленных задач выполнено более 62 тысяч маммографических исследований у женщин в возрасте от 40 до 80 лет за 6 лет. Более детальному анализу подверглись 1503 женщины, больных раком молочной железы и с подозрением на рак. Среди всех заболеваний в более чем 60% случаев выявлялись диффузные формы мастопатии. Узловые формы выявлялись примерно в 19% случаев, у 7% больных доброкачественные опухоли. Но наиболее важными для анализа были случаи рака молочной железы, частота которых составила 2,5%. При этом до внедрения скрининга начальные проявления рака были случайными гистологическими находками при исследовании операционного материала. Во всех исследованиях использовалась цифровая маммография. Систему дистанционной маммографии применили при исследовании более 2,5 тысяч человек. Для уточненной диагностики использовали технологии интервенционной радиологии. Это дуктография по показаниям, стереотоксическая трепанбиопсия под рентгенологическим контролем, трепанбиопсия под ультразвуковым контролем. Для повышения эффективности хирургического лечения производилась предоперационная маркировка непальпируемых образований молочной железы и секторографии. Всем больным раком молочной железы выполнялись патоморфологические исследования и иммуногистохимический анализ биопсийного материала. С целью оценки эффективности различных методов исследования при выявлении доклинических форм рака молочной железы проведен анализ результатов отдельного и комплексного применения их. В частности, чувствительность и специфичность маммографии составили 96,84% соответственно. При этом были выявлены ограничения маммографии, это ложно-отрицательные заключения, ложно-положительные, рентгенонегативный рак в случае интервального рака молочной железы. Как дополнительный метод применяли ультразвуковое исследование с технологиями изучения кровотока для уточненной диагностики узловых образований молочной железы. Сравнительная оценка эффективности маммографии ультразвукового исследования показали, что раздельное применение методов менее эффективно, комбинация их повышала чувствительность до 98%, специфичность до 88%. Повышению качества дооперационной диагностики способствовала трепан-биопсия молочной железы, которая выполнялась преимущественно под рентгенологическим контролем 92% исследований под ультразвуковым наведением по показаниям. Сопоставление с морфологическими заключениями позволили сделать статистически достоверными результаты клиника лучевого обследования. Анализ большого объема визуальной информации, охватившего более 62 тысяч маммографических исследований, вызвал необходимость их систематизации. Мы адаптировали к нашему технологическому процессу международную систему BayRats. Согласно ей, все результаты разделялись на 6 основных категорий с учетом потенциального риска злокачественности. Адаптированная нами система способствовала упорядочению групп больных, повышению точности формулировок нозологического диагноза, выбору оптимальной дальнейшей тактики, снижению фактора субъективизма в исследованиях. По мере накопления опыта обследования больших контингентов населения возникли и ряд организационных сложностей, которые включали отдаленность территории, нехватку кадров на местах. Для оптимизации работы нами были организованы телекоммуникации между специализированным маммографическим кабинетом в областном онкологическом учреждении и удаленным кабинетом районной больницы. Передачу диагностической информации осуществляли по защищенным каналам интернет-связи. Таким образом, было оценено более 2,5 тысяч исследований, и было осуществлено дистанционное консультирование и двойное чтение маммограмм. Многолетние исследования и поиск оптимальных моделей скрининга позволили разработать эффективный алгоритм обследования женщин. Он начинался с информационно-просветительской работы, включал все последующие этапы диагностического маршрута, маммографии, ультразвуковое исследование, инвазивные вмешательства, консультацию смежных специалистов и определение тактики ведения пациенток на дальнейших этапах. Таким образом, разработанная нами модель показала свою эффективность. Достигнуто увеличение охвата женщин профилактической маммографии, долей которых составила 67%, непальпируемые образования были выявлены в 25% случаев рака молочной железы, выявление ранних стадий выше среднего по России, точность диагностики на догоспитальном этапе увеличилась до 96%, и это позволило уменьшить количество секторальных резекций при раке молочной железы с диагностической целью с 30% до 18,5%. Шестилетний мониторинг исследований показал, что проведенная многоплановая работа с внедрением новых технологий позволила достичь роста выявляемости рака молочной железы на 22,5%, одновременно с этим снизилась общая летальность и одногодичная более чем в 3 раза за 10 лет. Благодарю всех за внимание.